Всем привет, привет, дорогие друзья! Сегодня мы собрались выбирать любимый Насте купальник, то бишь мне дошли до Маркантали. Сейчас с вами все походим, покажем, посмотрим. Зайдем, предположительно... Тут полиция просто ездит, а мы тут без маски. Зайдем, собственно, предположительно в Катон, в H&M, в Пэнти. Там очень красивые купальники. В общем, сейчас все померяем, покажем. Что-то покажу на себе, что я буду, собственно, примерять, что понравилось. И обязательно не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще это не сделали. И приглашаю прогуляться по купальникам. Собственно, нашли купальнички в Катоне. Самый большой выбор, 60 лир. Тут, кстати, очень большая подкладка, классная. Ой, но уже торчат. Безобразие. Ну, может... О, этого не торчит. И размер хороший. Желтенькие, синенькие. Они все по 60 лир? Это даже 50 лир. И как раз вот к ним ни за, ни за. Тут уже все, мне кажется, люди после карантина голодали и все похватали. 40 лир красный, а верха нет. Давайте посмотрим. Вот желтый к нему есть вверх. Желтый 40 лир. Такие сейчас модные. Я вижу, кстати, много где делают вот эти такие перемычки. И черненькие. Я, кстати, не знаю. Я, наверное, сейчас себе черный слитный все-таки возьму тоже несколько, померяю. Ой, смотрите, какой красивый. Так, ну и, как всегда, по классике черные купальники. Денис помогает выбрать. Стоит 90 лир. Это, кстати, только верхушка. Но выглядит так симпатичненько. Так, а низушка? Это слитный. Я, кстати, хочу слитный, но вот тут из слитного. Вот тут самый обыкновенный. С волнушками. Я такой хотела, я не такой хотела. Почем он? 90 лир. О, и с чашечками. С чашечками? Мне кажется, они тут все с чашечками. Ну, нет. А вот самый обыкновенный. Почем самый обыкновенный? Ой, спина открытая. Нормальный, загорать можно. 90 лир. 90 лир, можешь не говорить, тебе не слышно. О, смотри. Синенький. Тоже 90 лир. Можешь такой взять? Есть такой фиолетовый купальничек и зелененький. Сейчас посмотрим цену на фиолетовый. 90 лир. Дениси вот подсказывает. А этот 50. Этот 150 лир. А этот 150? Ага, симпатичный. Тут такая дырочка есть. Ого, ну что, тебе нравится? Не знаю, вот такой коричневый. О, а я тут пуговка только что такого, пенал. Это не пуговка, это вот гирька. Так, 180 лир. Он полностью слитный. И такой он отливает немножко золотистым. Прикольнее у нас пуговец. Ага. А вот черненький еще пропустили. О, это черненький, наверное. О, это черненький, это как тот, только... О, мне кажется, он будет красивый, 150 лир. Ну, прикольно. Давай его возьмем. Так, подожди, какой размер? 34-й. О, как раз мой размер. Так, следующий купальник у нас коричненький. Говори, сколько стоит. Так, коричневый купальник. Бабушка такой купальник, да? Нет, другой взяли бабушки. 99, ну, это, конечно, 100 лир. 100 лир, отлично. У нас будет показывать сегодня Денис. И... Брестящий диско. Он такой, знаешь, на ощупь как будто это... Дельфина гладишь. Ну да, такой мягенький. Сколько стоит? 150 лир. 150, мне черненький понравился. Давай возьмем. Мне кажется, единственное 34-й будет маленький. Это самый маленький размер. Самый маленький. Сейчас посмотрим. Дерга небольшая. Так, из черного. Да, вязаный. Прикольно. Почем? Так, вязаный у нас... Ой. Раз. Сейчас найду. 150 лир. 150 лир. И можно даже не беспокоить вязальщика. Сколько стоит? Да. Это отдельно-то, наверное, стоит. Да, отдельно. Это у нас 55 лир стоит. 55 лир, а верхушечка... 65. 65 лир. Выглядит интересно, конечно. Такой длинный купальничек. 80 лир. Спереди он самый обыкновенный, зато сзади есть красивая дырка. Красивая дырка есть сзади. Ага. Так, что у нас? Вот рыженький. Такой же или другой? Ну, немножко другой. Чуть-чуть. А сколько стоит? Ох, сейчас найдем. У меня такие, мне кажется, цвета не пойдут, я не знаю. 90 лир. А беленький, смотри. А это, по-моему, не купальник, а просто накидка. Купальник костюм? Нет, просто накидка. Просто накидка. За 60 лир. Чтобы не сгореть. Так, и мы сейчас обойдем Дениса и посмотрим зеленый купальник. Ну, прикольный. Почем? Слушай, на ощупь такое классно. Почем? 110 лир. Ну, ничего. Так, и вот тут у нас еще такой приятный зеленый цвет. Да, сейчас везде такие... Количество ниток увеличивается. О, 40 лир. Низушка, а верхушка? Верхушка тут самая обыкновенная, она там с подкладочкой. Верхушка, вон, 35. 35 лир. Ну, это последний. И низушка. 100 часов, 90, последний. Внизу. Ой. Почем? 80 лир. Нормально. А вот такой же зелененький, это как черный был. С рушечкой. Давай, может, его еще возьму. Как хочешь. Хотя, мне кажется, не знаю. У меня какой цвет вообще пойдет? 90, я думаю, да. Но это маловато, наверное. Может, побольше? Как это маловато? Нормально. Почему маловато? Какой это размер? Так, это 36, это 34. 34, ага. Ага, тот черный, значит, мне не маленький, 34. Да, 38, наверное, возьмем. 38, да. Не знаю, я все не уверена. Может, и 36. 38. Бери два. Два, да? Ага. Все. О, давай еще возьмем вот эти штучки. Кстати, в катоне вот эти штучки очень много всяких повязочек и очень красиво. По 20 лир. Очень красивые. Еще сейчас покажем. Так, и такой благородный черный с золотой полоской. Смотри, красиво там. Роскошь, как она есть. О, да, мне нравится, кстати. Я вот не знаю, но мне кажется, я хочу... Хочу, да, 60 лир. Все-таки слитный купальник. Я еще не уверена в своем животе. Ну, сейчас, может быть, померяем с вами... Может, померяем с вами такой, 70 лир. Но тут немножко вот другие чашечки. Так, и низушка. Давайте низушку глянем. 50 лир стоит. О, а, кстати, тут купальник с шортиками. Я хочу шортики, но я не хочу такой верх. И что делать? А там есть сзади еще. 43 лиры. 40 лир. И вот это удовольствие у нас верхушка. 55 лир. А вот, кстати, есть красивая... Низушка верхушка. О, верхушку снимешь показать? Какую есть? Вот эту. Красивую. 60 лир стоит. 50 лир, да? Ага. Не обманул. Да, не обманул. Вот верхушка она красивая. Поверни. Вот такой вот. Ой, цвет тут синий. А вообще он такой темно-какой-то темно-синий на экране. И трусики к ним. 50 лир, да. Костичка. И вот вот эти еще штучки. По 27 лир. Возьмешь? Прикольно, слушай. Структура как будто эта. Плетеная. А вот этот мешок. Вот еще купальнички. Прям нарядный. Скажешь, сколько стоит? Я бы сказал, что это даже вечерний костюм. То есть 150 лир. А, это 150? Угу. Вот так вот выглядело бы на Денисе. Тебе пошло бы. Под цвет глаз. Ой, шляпочка есть такая за 50 лир. Так, еще тут у нас есть такие купальнички. Верхушка 60 лир. Такой. Ну, я не знаю. А где низ есть? Низ есть. О, низ такой хороший, объемный, такой высокий. Мне нравятся высокие есть. 50 лир стоит. Для фигурики, конечно, да. Низушка за 50 лир. Бордовая. Тоже такая с высокой талией. И верхушка. Ой, Денис уже знает сразу, что делать. 50 лир подбирает. Вот красный верх. Так, я не знаю. Надо с чем-то определяться. Тебе что понравилось? Ну, черный. Черный? Слитный? Да, мне кажется, он маленький. Там 34 размер. Ну, что мы 36-36 взяли? Нету. А вот здесь? А зеленый, а мне черный больше нравится. Да, ну, блин, а зеленый. Ну, тут вот можно посмотреть. Желтенькие, красненькие. За 60 лир красненький верх. Морская. О, кстати, мне этот зеленый понравились. Сейчас покажу. Сейчас покажу, сколько стоит. 50 лир низ. А верха нету. А верха. А мы мерили, кстати, его. Он там, значит, остался. Мы сейчас с бабушкой ходили мерить. Еще есть вот такой вот неплохой, как по мне. Только он, конечно, без чашечек. 60 лир. Ну, ничего так. О, так. Красивые, да? Вот эти, кстати, высокие здорово. Животик это можно туда весь положить. Все, у нас авария. Авария? Все. Все. И другие. Вот эти красивые. Почем они? А это не те же самые? Нет. Так, это у нас 55 лир. 55 лир, нормально. И можно найти верхушечку, да? Не знаю. По цвету, мне кажется, ряду сейчас найдешь. В общем, вы теперь знаете, чем вдвоем люди занимаются в примерочной. Купальник стоит 90 лир. В принципе, мне нравится, как выглядит он. Так, слитно особенно все убирает. Вот. Ну, единственное, это 38 размер. Я переоценила свои силы. Мне, видимо, нужен 40. То, что я в него прям еле втиснулась. А черный у меня вообще последний 34. Короче, сейчас будем все менять. Так, ну, это выглядит как-то так. Это который дорого-богато с золотыми. Ну, с верхом, с низом я угадала. Это, по-моему, 38 был, да? А с верхом какой-то, не знаю. Так, 50 на 50. Ну, выглядит так прикольно. Ну, в общем, так. Верх 60 лир, низ 50. Ну, слитно мне нравится больше. Я еще не готова. Понятно, ничего. Есть все. Так, ну, вот это прям совсем другое дело. Это 42 размер был. Есть. Так вот все прикроем. Все наготу. Кстати, мне кажется, может, 40-го дня? У меня какой-то... Тут как-то натягивает волк, ну, как-то свободно. А тут как-то... А 40-го нет. Тут либо 38-й, либо 42-й. А тут вот прям даже он как-то так собирается. Выглядит супер, мне кажется. В общем, как вы уже поняли, что-то купальники мне здесь не подошли. Можно купить повязочку. Буду купаться в повязке. И голышом. Зато будет все проходить. Вот такие повязочки, так, ну, как я уже показывала, по 20 лир. Ну, кстати, удобно очень. Особенно, ну, кто с детьми, еще там с кем-нибудь. А чем удобно? Волосы не лезут. Что это? Свет здесь, как вы можете наблюдать, ужасный. Мне кажется, в жизни он намного красивее, чем при этом свете. Тебе не кажется. Вот, он, в общем, как-то все прям неровности так делает. Ну, ладно, мы сейчас с вами пойдем еще... Мы сейчас в Катоне, а пойдем еще в де-факто волосевые кики посмотрим купальники. Там их так маловато, но есть. Все, пойдем. И еще есть детские купальники. Такой по 76 лир. Симпатичный, но это прям на таких уже. Такой купальничек, опа, скидки, 55 лир. Такой симпатичненький прям. Так, для какого возраста давайте глянем? Для 122-128 сантиметров. Так, вот такой попугайческий, веселый. Кокоду. Блин, что же у меня сегодня все падает? У меня прям сегодня это день падение. 76 лир. Хорошо, что ловлю на лету. Такой с принцесской на одно плечо, милый. Тоже 76 лир. Вот, тут даже есть, кстати, вот раздельный. Ну вот, почему детские такие красивые, а взрослые, да, вот, а бычо и непонятно что. Я уже показывала его. 70 лир, 3-4 года вот. Вот такой вот, вверх и вниз. А для мальчиков что, не продается? А для мальчиков, наверное, нет. В трусах купаются. Так, зашли мы с вами теперь в H&M. Вот такое удовольствие 80 лир. Кстати, мне кажется, здорово. Там немножко подкладка есть. Так, вот такой прям топик топиком. Даже без лямок. За 80 лир. И вот внизушка к ним. Кстати, трусы высокие, насколько вы можете видеть. Мне кажется, это здорово. Скрасит, скрасит. Уберет все лишнее, если есть внизу живота. Так, 80 лир трусики стоят такие. Что касается слитного. Так, Денис Андреевич, посмотрите. Те, кстати, он подойдет к футболке. К глазам. К футболке. Так, о. Ой, фу. Не одевайте, Дениска защита. Это тоже чашечки есть. Да. Сколько? 180. 180 лир. Вот такой красненький, кстати, еще взоровский. Чашечки такие там, легенькие, легенькие. Да. Тут, мне кажется, будет хорошо сидеть. Тоже, конечно, каждому свое. Сейчас мы Дениса... 130. 130 лир поэксплуатируем. И низушка еще. Низушка. В две руки работаем. 60 лир. Так, есть вот такой вот черненький. Конечно, цены тут подороже, чем нежели вот в ЛСВАйкике, да? 200 лир. Мне кажется, можно... Выбор побольше. Да, выбор. Здесь можно больше, как сказать, легче выбрать. 80 лир. 80 лир и низушка, да, черная? Низушка, вот она, да. Такие еще есть красные вверха. И розеньки. Розеньки, вот, 60 лир. Ну, он прям вот чисто-чисто тоненький, купальничек-купальничек. Без всяких вкладышей, без всего. Ну, вкладыши, чтобы в груди встали там, где надо. Также тут у нас есть шляпки. Почем они? Почем шляпочки? Непонятно, 130 лир. И сумочки всякие, вязаные к пляжу. Так, а такая шляпка у нас почем? Такая шляпочка тоже 80 лир. Сумочка у нас 120 лир. И еще есть такая зеленая коллекция. О, давайте это... У нас не попадалась там такая в красном. Посмотрим цену. Так, 80 лир верхушечка. Я не знаю, мне такая пойдет? Нет, надо, наверное, тоже сейчас взять, померить. И такие трусы у нас... Денис, помогай, сколько трусы стоят? Трусы? Так вот же цена, нет? Не-не. Наверное, на другом надо посмотреть, что-то, видимо. Да, в H&M ценники прям максимально... Вот, 60 лир стоят. Дальше у нас идет такая весенняя-летняя коллекция. Радужная достаточно. Я сначала подумала, что это ананасы, но нет, это цветочки. Такие леопарды. 130 лир вот такой верхушечка. Вот такой верхушечка. Ой, верх мне очень нравится. Мне кажется, здесь будет очень красиво все это украшать. 130 лир такой верх стоит. Так, и низ у нас... Низ у нас стоит 80 лир. Еще есть вот такой вот, без всяких вихлюшечек. И такой тоже чуть-чуть другой. О, есть вот такой вот, очень интересный, интеллигентный. Так, 130 лир. И трусы тут вот, можно посмотреть, тоже высокие. Ну и, собственно, черный цвет тоже есть. В общем, в H&M, мне кажется, самый здоровский выбор купальников вот в Турции. То, что мы нашли. Так, давайте посмотрим Денис Андреевич. Прошу, к станку. Примерять надо, да? Примерять? Нет. Цена. Проверяем? Здорово. Цена. Так, какой стоит у нас? Сейчас, как найду цену, все в шоке будут. Какой у нас стоит 200 лир. Ого, действительно в шоке. Так, и размер у меня какой-нибудь 40-й, не знаю, 42-й. Так, это у нас... И, кстати, максимальный размер купальника этого 42-й. Смотрите, какие интересные. Так, давайте посмотрим, сколько они стоят. Тут прям разгуляться насчет купальников. Так, Денис, помогай. И вот к ним верхушки предполагаются. Так, верхушечки у нас... Не, ну ценники, это прям вообще, конечно. 80 лир верхушечка такая. Так, эта стоит 60 лир. Ага, и трусики 60 лир. Здесь обычные трусики. Дальше у нас такая идет благородная верхушечка. 130 лир коричневая. Ну и, собственно, низушечка. Тоже коричневого цвета. Так, тут у нас кто-то оставил. Есть литненький коричневый. О, черный такой есть. Нарядный какой-то. Тут у нас еще есть вот такой купальник. Тут можно вот... Можно одевать. Я так понимаю, можно не одевать. Но мне кажется, лучше одеть, чтобы потом без него не остаться. Вот сейчас мы с вами посмотрим, как 100 лир стоит. И еще вот есть вот такая расцветка аналогичная. Давайте глянем, сколько стоит. О, Денис. Я даже не заметила. Такой слитный черный у нас есть купальник. Покажешь его? Не, вот этот слитный. Так, вот. А стоит такая красота у нас 160 лир. 160 лир. Он прям вообще легкий-легкий. Легкий и чуть-чуть... Там есть эти чашечки в нем подложены. И такой вот купальничек. Мне кажется, он здорово будет скрывать все недостатки фигуры за счет того, что он такой ребристый. 180 лир. Так, ну зелененький мы уже с вами видели. Тут еще есть беленькая. У нас это 100 лир. А этот мы сказали цену? Не знаю. Не сказали, по-моему. А этот стоит 180 лир. 180 лир. Ну, это тоже такие тоненькие подкладочки. Еще есть у нас желтый цвет. Мы уже привыкли к такой форме. Так, а вот к леопарду мы еще не привыкли. И мы покажем цены на леопард. Это что-то новенькое у нас. Ох, тяжела жизнь оператора. 130 лир. И низ. Низ такой у нас высокие трусики. Давай, да, помогай. Тут, кстати, кабинки закрыты примерочные. Я не знаю, куда идти сейчас. 80 лир. Надеюсь, они где-то открыты. Еще есть вот такой леопардик. Вот черный. Это вообще супер высокие трусики. Вот он с ремнем. Да, с ремнем, чтобы не уплыли. И такой желтенький. Такой у нас купальничек стоит 200 лир. Так, ну верхушки, низушки. Это у нас уже стандартный. Так, 200 лир. Вот есть еще такой красивый с поясом. И такой самый обычный. Наверное, для кого хорошие груди, мне кажется, чтобы так держало, как красиво. О, веселенькие трусики. Так, у нас веселые трусики. Сейчас скажу, сколько стоимость. 70 лир. И верхушка у нас... Та-ра-та-та-там! 80 лир. Есть еще вот такие нарядные. Вообще супер блестяшка. Мне кажется, это можно прямо на солнце будет вообще супер сиять. 200 лир стоит. И вот такие, кстати, спокойные цвета. Кстати, достаточно красивые. Чего они его спрятали? Непонятно. Давайте сейчас достанем. И покажем. Покажем, покажем. Так, Денис Андреевич, чего вы лодорничаете? Я танцую. Танцуешь? 180 лир, в общем, стоит. Тут есть еще такие интересные модели в виде топиков. Так, и стоят они 80 лир. Давайте посмотрим, размер какой от и до 46 размера. И целый стенд у нас черного такого белья, хотела сказать, купальников. Так что можно выбрать на любой вкус. Вот такая интересная форма. Смотри, еще один. Сейчас Денис что-то показывает. Сейчас я вам этот покажу. Сколько стоит? 130 лир верхушечка. С ремнем? Почем? 200 лир. 200 лир. Ну, выглядит, наверное, красиво. Не знаю, как на фигуре. Он самый обычный такой, простенький. Просто вверх смешного. Кабинка Копалы, то бишь закрыта. И смотрите, просто набор моих купальников. А когда откроют, не говорят? Просто смотрите на мое обалденно счастливое лицо. Тут куча купальников офигенных. Это моя куча. Я не могу ее померить. И они не знают, когда будет открыто. Я не знаю, что делать, потому что здесь реально хорошие купальники. Есть такая песня. Знаешь, как называется? I don't know. Не надо стесняться. Как вариант. Зашли сейчас в магазин. Называется Пэнти. Так вот можно посмотреть на вешалке. И вот этот купальник стоит 266 лир. Так, вот этот стоит 146 лир. А низушка, в общем, ценная. 106 лир. Чуть подороже, чем в Эйчендеме, я бы сказала бы. Но зато здесь смотрите, какой выбор интересный. А вот какой дикий. Мне кажется, удобно. Дикий мустанг. Не знаю кто, какая-то Африка прям. А вот смотрите, какой интересный купальник. Так, давайте цены так. Не на каждый, но буду показывать. О, какая спина красивая с бантиком. Ну, закрыть 226 лир. Если три штуки покупаете, по 170 лир будет. Мне это интересно, кто же купит три одинаковых купальника. Не одинаковых, разных, одноразных. А вот, мне кажется, суперудобно. 146 лир верхушечка. Ну, вот еще неплохая верхушечка. Сколько она стоит с зеброй? 133 лиры. Африканская саванна. Да, но зато здесь можно померить. Это, походу, дело только в Эйчендеме. Какой-то бред бредовый. Ну, купальники там действительно были классные. Такой 42-й размер. 253 лиры. К сожалению, тут максимального, я не знаю. Я думаю, это и есть максимальное, если честно. Тоже типа меньше. Вот так выглядит все. Здесь есть такие интересные. Вверх и еще такие продорявленные. 80 лир. Не загар, будет веселый, это точно. Стенье такое. С такими велюшечками тоже нашли. И так, 186 лир и низ 106 лир. Но выглядит супер. А вот еще есть... О, это прям вот так купаться. Здорово. Это животик прикрывается специально, мне кажется, для меня. С одной стороны, не издельно, но 186 лир. У них какая-то одна цена. Я думаю, где-то еще трусики должны быть. Огромное количество слитных купальников. Можно посмотреть. Так быстренько пробежимся. Мне вот синенький понравился дальше. Ой, смотрите, какой черный интересный дыряв. Ну, конечно, это прям надо обладать суперфигурой, мне кажется. 226 лир. Ну, недорого. Вот по сравнению с H&M, в принципе, плюс-минус то же самое. А этот прям слитный. Чтобы как раз все... 42 размер. 240 лир. Смотрите, какой обалденно красивый верх. 173 лиры. Ну, вот зелененький. И низ 66 лир. Кстати, здесь тоже, оказывается, нельзя померить. Так что я не знаю, как. И вот еще слитный красивый. 266 лир. Прям как будто красками проснули так. О, мне вот этот еще понравился. Прикольный, да. Такой радужный. Такой купальничек. 226 лир. И размер... А, вот максимальный, 42. Еще есть тут детский отдел. Можно подобрать вот кучу-кучу всего. То есть, к возрастному не подошло, можно детском посмотреть. Да. Ну, и мое счастливое лицо номер два. Пенси тоже нельзя мерить. Я так подозреваю то, что мы вчера просто чудным образом зашли в Катон. Померили их. И вот сегодня второй день. Мы уже доснимаем, как купальники выбираем. И сейчас еще попробуем зайти в Алсивайкики. Узнаем, можно ли там мерить. И если нельзя, то я вообще в шоке. Потому что, ну как это, не померить, как он на тебе сидит, да, допустим. Потому что на меня не каждый купальник идеально залазит. I don't know. Пойдемте дальше. В общем, зашли в Алсивайкики. Тут примерочные открыты. Но тут купальники прям... Очень маленький выбор остался. Сейчас вам быстренько покажем. Собственно, так, вот купальники. Там стоят и с другой стороны. Ну и все. Давайте порассматриваем, что ли. Я, если честно, в шоке. Даже не знаю, что делать. Потому что уже неделю... Расстроилась. Да. Максимальный, зато 50. Разброс хороший, да? Да, есть хороший от маленького до самого большого до 50. 110 лир стоит. Найди какой-нибудь такой слитненький. Покажем. Чтобы вот синенький, допустим. Ну, прикольненький. Мне кажется, вот лично, что у меня... Мне кажется, он у меня на попе будет не очень сидеть. Бесценен? Это просто кошмар. 100 лир. 100 лир. Почему волосы в Алсивайкики, да? Мне кажется, они неофициальны, наверное. Да, все не узнают. Так, ну и вот с этой стороны все, что есть, вы можете наблюдать. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте цены посмотрим. Давайте посмотрим. Сколько стоит? 70 лир, верхушечка. Ну, вот, кстати, нам сказали в пенте. Там очень тоже хороший выбор купальников, да? И нам сказали то, что можно вернуть. Но, извините, мне надо столько... Сколько мне? Штук 20 купить, и из них 19 вернуть. Ну, как вот женщины, да? Я думаю, вы меня понимаете, обычно меряют. 120 лир вот такой с юбочкой. Можно компотчик там, хоп, приложил, все подходит. Ну, да, груди же там, ну, у кого-то меньше, у кого-то больше, у кого-то там, не знаю, попу надо прикрыть, кто-то еще чего-то. Так, ну, вот такой у нас дикий леопард 100 лир стоит. Сейчас с вами зашли в де-факто. Вот такой купальничек обыкновенный стоит 100 лир. Сейчас померю, не знаю. Вроде можно померить. И вот что касается выбора. 60 лир верхушечка. И что у нас тут есть? А больше-то ничего и нет у нас. Аха, называется. Вот такой купальничек есть. Тоже 100 лир стоит. Ну, и вот, и все. И все. Я не понимаю, почему надо было закрывать магазины с красивыми купальниками. За что? 80 лир. Чтобы у других продажи были. Ну, да. А то кто-то завидует и не смог себе подобрать купальник. Но зато в де-факто есть такие офигенные шорты купальные. Ну, или, я не знаю, пряжные, наверное, шортики обычные. Мне кажется, закончится все тем, что я буду купаться в них и в футболке. Или без всего. Возможно. Ну, кстати, может быть и все не настолько плохо. Стоит это чудо 100 лир. Мне кажется, это немножко большеват размер, а так, в принципе, прикольно. Но сзади там вот такая штучка и все. Не знаю. Мне, конечно, бы очень хотелось из H&M купальник. Денис Андреевич, да? Там они очень красиво, очень-очень. Ну, мы сейчас померяем другие, посмотрим, может, что-нибудь получше будет. Так. Любопытная Варвара. Так выглядит, в принципе, модель та же самая, просто расцветка другая и размер поменьше. И купальник другой. Нет. Купальник тоже. Ну, мне кажется, вот поменьше размер даже лучше. Так вот. Так, ну, сзади я не буду поворачиваться, там не очень красиво. Ну, как-то так. Тоже 100 лир стоит. Ну, в H&M очень красивый. Я не знаю, что делать. А купаться хочется. Ну, ждать, пока откроют, это неизвестно, сказали. Что там ждать, непонятно чего. Так, и вот последний купальник. Я, на самом деле, хотела с рюшечками предыдущие два. Но в этом, смотрите, что здорово. Тут вот сеточка. И он как бы образовывает, ну, тем самым талию. Здорово. Ну, еще у меня немножко с боков тут кое-что вываливается. Ну, не знаю, мне кажется, это чисто такой фасон. Так, ну, а сзади, что там сзади? Ну, просто голая спина, вон, видно. Ну, что тут до середины. Мне что-то даже это понравилось. Хотя, как будто это, да, типа, готовый к прыжку. Всегда готовый. Конечно, не секси, но нормально, да? Ну, мне кажется, с рюшечками как-то более красиво, изящно. Это как будто, я не знаю, спортшкола. Собственно, купили мы купальник последний, где я как девочка-подросток выгляжу. Такой спортивненький, я думаю, вы догадались, с сеточкой. Что я могу сказать? Я, на самом деле, в шоке. Мне кажется, кто сейчас находится в Анталии, надо быстрее бежать покупать, потому что в ЛС Вайкики примерочные открыты, в де-факто открыты. В Катоне тоже были еще вчера открыты. Сегодня я уже не знаю. В H&M, в Пэнте, просто примерочные закрыты. Там самые обалденные купальники. Ну, вы, я думаю, увидели по видео и выборы, и достаточно красивые всякие формы, фигуры, и достаточно красивые модели. Но я не знаю, что купить 20 купальников, 19 дать. Они вот говорят, можно сдавать обратно. Я в шоке, короче. Я не знаю, что ответит на это. Ну, в общем, пока покупать в таком нормально. Сойдет, в общем, для купания. На этом все. Если вам понравился наш выпуск, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще это не сделали. И на этом пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок.